С того времени, как Никита Ториал сделала обзор этого продукта, он расселился по всему бьюти-ютюбу, причем, судя по всему, он людям нравится, поэтому уходить он никуда не собирается. И я сейчас говорю о спонже из микрофибры от компании Juno & Co. На русскоязычном ютюбе пока немного обзоров, я видела, что Диана Суворова выпустила видео, но я его специально не смотрела, чтобы просто ничего сегодня не повлияло на мою оценку, поэтому я сама сегодня с ним буду знакомиться впервые и вас тоже с ним поближе познакомлю. Приходит спонж вот в такой вот упаковке, по-моему, вполне прилично. Сзади есть небольшая информация о самой компании. Сделан спонж в Китае, и материал это полиуретан и антимикробная микрофибра. Спонж этот без латекса и cruelty-free. Сам спонж, конечно, дико странный, я ничего подобного раньше не видела, и меня больше всего зацепило, конечно, то, что на него позитивные обзоры. Я знаю, что на него Ники сделала очень позитивный обзор, и потом я еще попала на видео Кэтлин Лайс, там, где она мельком его так упомянула и сказала, что он ей нравится. Я не выдержала сразу после этого его заказала. Кстати, стоимость его составляет 6 долларов. Если вы с сайта будете заказывать только один этот спонж, вам придется заплатить за доставку 5 долларов, что я, собственно, и сделала. То есть у меня по инвойсу общий счет получился 11 долларов. Но у меня для вас есть приятная новость. У меня в инвойсе пропечатан здесь купон на скидку на следующий заказ. Судя по всему, этот купон будет работать на любой заказ. Купон на скидку целых 5 долларов, то есть получается бесплатная доставка. Если вы введете промокод HappyBlending5. В общем-то, если будете заказывать, обязательно попробуйте этот промокод. Если бы я могла сэкономить на доставке, я бы точно это сделала. Что касается вот этой инструкции, которая идет в комплекте, здесь, в принципе, ничего особенного не написано. Спонж можно использовать как в сухом состоянии, так и во влажном. В плане использования здесь абсолютно нет никаких особых инструкций, чтобы его отличало от классического спонжа по типу Beauty Blender или Real Techniques. Единственное, что здесь написано, его нельзя надолго оставлять в воде, и также нельзя его агрессивно мыть, потому что он может порваться. Я сейчас нахожусь на официальном сайте Juno & Co. И смотрю, что обещает нам этот спонж. И самое главное и самое революционное заявление здесь, это то, что с помощью этого спонжа мы можем экономить до 50% нашей тональной основы. Судя по всему, этот спонж намного меньше впитывает самой тональной основы и наносит ее настолько плотно из-за этого, что, по сути, нам нужно меньше использовать тональной основы. Ну что ж, я предлагаю это проверить. Какую бы тональную основу выбрать для этого эксперимента? После небольших раздумий я решила остановиться на тональной основе от La Mer, потому что эта тональная основа достаточно плотная сама по себе. Если я ее наношу обычным классическим вот таким вот спонжем, то у меня уходит приблизительно где-то 3 помпы для того, чтобы сделать все лицо и шею. И, судя по всему, с этим спонжем мне хватит всего лишь полторы помпы. Ну что ж, перед тем, как приступить, все, что мне осталось сделать, это сходить его намочить. Сейчас вернусь. Такс. После того, как я его намочила, спонж немного увеличился, но я бы не сказала, что прям сильно. И он, по ощущениям, конечно, остался дико странным. Отмеряем полторы помпы. Ну, где-то так, наверное. Кстати, в инструкции также указано, что тональную основу нельзя наносить непосредственно на этот спонж, потому что тогда будет слишком плотное покрытие. Рекомендуется набирать спонжем либо с палитрой тональную основу, либо вот так вот сделать точечно, как я. Ну, тональную основу он однозначно растушевал. И действительно создается такое впечатление, что тональная основа находится сверху на ворсе, а не впитывается в середину. Такс, пока полет нормальный, давайте пробовать дальше. Причем у меня еще действительно осталось много тональной основы, хотя вот она по чуть-чуть начинает у меня заканчиваться. Давайте я сейчас на лоб попробую нанести. Нет, однозначно растушевываю действительно очень быстро. Это не повторение истории с силиспонжем, с силиконовым спонжем, я имею в виду. Этот действительно хотя бы работает. Елки-палки, так они, судя по всему, правду говорят, что этот спонж намного более экономичный, потому что, вот смотрите, в принципе, я практически все сняла с палитры, и мне этого полностью на все лицо хватило, на шею не очень хватило, но я сейчас могу попробовать еще растянуть остатки, потому что, как я уже и сказала, этот спонж, судя по всему, не очень впитывает в себя тональную основу, поэтому, когда я даже вот так вот, казалось бы, сухим спонжем протираю шею, все равно я вижу, что он тонким-тонким слоем наносит тональную основу. Ощущение не как спонжем наносишь, а ощущение, как будто чем-то очень мягким себя трогаешь, какой-то плюшевой игрушкой, например, наносишь тональную основу. Чувствую, это будет следующим трендом. Наношу тональную основу плюшевым мишкой. Я абсолютно все уже до последней капли перенесла на спонж, и я могу сказать, что, в принципе, мне хватило. Может быть, еще немножко совсем я бы добавила на шею, хотя мне кажется, и так, в принципе, нормально. И если чисто технически, то они на сайте утверждали, что этот спонж экономит до 50% тональной основы, то есть это может быть как 50%, так и 49%, так и 30%, так и 5%. У меня реально аж настроение улучшилось, потому что наконец-то, наконец-то мы вроде бы нашли странный продукт, который реально классно работает, и я бы сказала, даже возможно, возможно, лучше работает, чем оригинальная версия, например, тот же спонж от Real Techniques. Давайте, раз пошла такая пьянка, я еще нанесу хайлайтер от L'Oreal, потому что это тоже жидкий продукт, и почему бы не попробовать еще, как этот спонж наносит хайлайтер. Вообще там указано, что этим спонжем можно наносить как кремовые, так и сухие продукты, то есть если вы хотите, к примеру, пудру нанести на лицо, то вы просто используете сухой спонж и наносите, ну, вместо кисти, грубо говоря. Нет, ну слушайте, реально очень круто наносит, у меня качество съемки 4К, поэтому можете переключиться в 4К, здесь ничего не скроешь, все видно до малейших пор, поэтому вы сами видите, что наносит он реально очень круто, то есть у меня действительно прям какой-то шок сегодня случился, потому что я не думала, что будет настолько хорошо, я знала, что его хвалят, но у меня, знаете, все равно есть такая доля скептицизма, я не люблю прям слепо верить обзорам, поэтому пока я не попробую сама, я на 100% не могу что-то утверждать, но вы знаете, похоже, мне придется согласиться со всеми хвалебными обзорами, потому что мне очень нравится пока что нанесение, давайте, наверное, на этом прервемся, я сейчас полностью закончу свой макияж, и уже вернусь к вам в целостном образе, и тогда подведем итоги. Я закончила макияж, собралась с мыслями, и теперь готова перечислить вам все за и против. Что касается самого главного пункта за, то я могу согласиться с производителем, и сказать, что на данный момент, из всего, что я тестировала, этот спонж, это, наверное, самое экономичное средство для нанесения тональной основы. Сегодня на свое лицо с помощью этого спонжа я нанесла ровно в два раза меньше тональной основы, но при этом не пострадало ни качество тона, ни его покрытие. Также к плюсам я могу еще отнести то, как этот спонж работает с порами, и вообще с текстурой лица. Из-за того, что он из микрофибры, его волокна как будто более эргономично подходят под текстуру лица. После того, как делаешь вот такие вот движения, поры как будто моментально заполняются, и общая текстура лица становится более гладкой. В то время, когда работаешь вот с таким вот обычным, классическим спонжем, для того, чтобы реально заполнить зону, где сильно расширены поры, нужно не просто вот так вот похлопывать, а еще немножко затирать, как будто туда тон. По крайней мере, я именно делаю так, потому что обычных вот таких вот похлопывающих движений мне недостаточно для зон, где действительно сильно расширены поры, и где сильно подчеркнута текстура. Среди плюсов я также могу отметить цену, так как 6 долларов это, на мой взгляд, вполне адекватная стоимость для спонжа. Что касается его минусов, то у меня здесь есть один объективный минус, а второй такой теоретический минус. Что касается объективного минуса, то это способ заказа. Заказать этот спонж можно только из-за границы, и ждать его нужно достаточно долго. К примеру, вот я свой заказ оформила 30 августа, а сегодня у нас с вами 20 сентября. То есть, 3 недели хороших я ждала этот спонж, это неудобно. Я думаю, что появятся, конечно, какие-то магазинчики, которые начнут завозить эти спонжи и продавать где-то по месту, в России, в Украине, потому что этот спонж набирает популярности. Но, опять-таки, я уверена, что сейчас начнутся массовые подделки с Алиэкспресса на этот спонж. Поэтому не факт, что вы купите оригинальный продукт, если будете заказывать не на официальном сайте. И еще один потенциальный минус, который я могу отметить, это срок его службы. Потому что вот такие вот спонжи уже проверены временем, мы все знаем, сколько приблизительно они служат. В принципе, вот такой вот спонж рекомендуется менять каждые 3 месяца, но у меня он 3 месяца не доживает. Обычно он меняет свою текстуру где-то приблизительно месяца через 1,5-2, наверное. Он становится более жестким. Как проживет этот спонж, я пока абсолютно без понятия, потому что сегодня впервые я им попользовалась. Поэтому, если для вас этот аспект важен, не спешите его покупать, подождите где-то с месяцок. Я им еще попользуюсь, и где-то через это время приблизительно смогу вам сказать, в каком он состоянии. Потому что у меня впечатление, что он вряд ли будет менять свою именно структуру или текстуру, но вполне возможно, что он начнет лысеть местами или рваться. И на этой позитивной ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Обязательно поставьте мне палец вверх, если так и было. Ваши пальцы вверх помогают моим видео попадать в рекомендованные. Новые люди тоже могут попасть на мой обзор и открыть для себя вот такую классную штуку. Поэтому не ленитесь, не скупитесь, ставьте пальцы вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконочку вот здесь вот. И также я для вас оставлю еще несколько видео, которые вы можете посмотреть. А если вы уже их смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok